25 января 1975 года «Институт оптики атмосферы». Человек, которому принадлежала инициатива создания института, хоть никогда и не мечтал о карьере авиатора, но слова «все выше и выше и выше» были, пожалуй, главным принципом его жизни. Фактически всю свою жизнь он положил на созидание. Он вожаком был всегда. Если уж что-то делать, то так, чтобы получилось лучше всех. Академик Зуев всегда претендовал на беспрецедентность того, что он делает. Быть первым, быть лучшим, быть победителем – эта мотивация служила главной движущей силой, которая и определяла траекторию его судьбы. Насколько стремительно было ее движение, можно судить хотя бы по такому факту. После окончания школы Володя Зуев год ударно работает лопатой и кайлом на Таежном золотом прииске. В 43-м его призывают в армию. И именно тогда, в свои 18 лет, он впервые увидит паровоз. Но уже спустя десятилетия этот паренек из сибирской глубинки досрочно окончит аспирантуру, станет кандидатом в физико-математических наук и начнет создавать свою научную школу. Я должен быть признателен моей абсолютно неграмотной маме, что она, видимо, со своим молоком внушила мне неотвратную мысль стать ученым. Она имела в виду грамотным, выучиться. И вот это, заложенное мамой, в моей жизни сеграло огромнейшее. Владимир Зуев поступил в Томский университет в 46-м, после трех лет службы на Дальневосточном фронте. Война эта серьезная школа, и сержант Зуев вынес из нее главный урок. Он научился ценить каждую минуту жизни, поражая однокурсников жесткой, почти армейской самодисциплиной. В учебе признавал только одну оценку – отлично. А если брался за общественную и научную работу, то делал это так, что к его мнению было трудно не прислушаться. Академик Виктор Панин учился на год младше Зуева, но авторитет этого студента в военной гимнастерке казался ему тогда недосягаемым. Представляете, студент третьего курса, возглавляет все научно-техническое общество всего университета, всех факультетов. Масштабы для меня были просто невообразимыми. Помимо несомненных лидерских качеств, Владимир Зуев обладал тем, что сегодня бы назвали талантом инновационного менеджера. Безошибочно определяя перспективу, он шел к осуществлению своей цели с такой мощью, что остановить его было невозможно. Я брался в своей жизни за огромное количество рискованных акций, скажем так, но я взвешивал свои силы, и ни одной акции, крупных очень акций, скажем так, в моей жизни не провалилась. Первую победу в большой науке он одержал в конце 50-х. Правительство поручает СФТИ проведение исследований по распространению инфракрасного излучения в атмосфере. По сути, надо было создавать новое научное направление. Осваивать научную целину доверили Владимиру Зуеву. И первое, что он сделал, весьма неординарно решил кадровый вопрос. Во время своих лекций на физическом факультете ТГУ отобрал четырех понравившихся ему студентов и настоятельно рекомендовал им посещать его научный кружок. На тот момент доцент Зуев знал об оптике атмосферы ничуть не больше, чем его ученики, поэтому и честно признался, будем учиться вместе. Михаил Кабанов был одним из тех, избранных Зуевым, которым суждено было стать первыми воспитанниками его научной школы. Все научные центры по этим вопросам ждали, когда появятся промышленные лазеры, чтобы их использовать как научный инструмент для исследований. А Зуев принял решение. Нечего нам ждать от промышленности. Давайте делать лазеры сами и с их помощью проводить исследования. И результаты, значит, были пионерскими. За рубежом они еще ждут, когда эти лазеры появятся, а у нас уже результаты по распространению лазерного излучения. Лаборатория Зуева в середине 60-х становится мировым лидером в своем направлении. И закономерно, что в какой-то момент перспективному и растущему коллективу становится тесно в СФТИ. Владимир Евсеевич Зуев был первым, кто заговорил о создании Академического института оптического профиля. Для того, чтобы понять, насколько смелым было это предложение, надо вспомнить о весьма непростых отношениях, которые сложились в то время между Сибирским отделением Академии наук и учеными Томска. Когда Лаврентьев Михаил Алексеевич договорился в ЦК об организации Сибирского отделения Академии наук, прежде всего он приехал в Томск. И вот Томский обком партии пригласил ректоров томских вузов. И ректоры сказали, а зачем нам Академия? У нас наука развивается в университетах и в институтах. И отказались от Академии наук. И когда в 1957 году в Новосибирске открылось сибирское отделение, порядка двух тысяч самых передовых ученых Томска переехали в Новосибирск. Томская наука была бескровлена. Ситуация кардинальным образом изменилась, когда Томский обком партии возглавил Егор Кузьмич Легачев. Он не только поддержал предложение Зуева, но и значительно расширил его масштаб. Надо не институт создавать, а нужно научный центр создавать. Надо ликвидировать эту ошибку, которая была в свое время совершена. И приступили к созданию института. Я побывал после этого у Брежнева, дважды у Кашигина, и было принято решение ЦК о создании первой очереди научного центра города Томска, составить четырех институтов. В 1969 году профессор Зуев приступает к организации института оптики атмосферы, а спустя некоторое время уже руководит созданием всего Томского научного центра. В его жизни начинается новое большое дело, масштаб которого вполне соответствовал и его организаторским талантам, и его научным амбициям. Томский академгородок, который по сей день зачастую называют Зуевкой, был спроектирован и построен в рекордно короткие сроки. Просто выполнять план было слишком просто для Зуева. Он договаривается с генподрядчиком, чтобы строительные лимиты перевыполнились в несколько раз, ведь чем больше будет освоено средств в этом году, тем больше будет выделено следующим. Но вот незадача. Для того, чтобы выполнять и перевыполнять, катастрофически не хватает рабочих рук. И Владимир Зуев принимает весьма непопулярное решение. Строить будут не только строители, но и научные сотрудники. Среди тех, кто таскал кирпичи, штукатурил, белил и красил, был и нынешний руководитель Томского научного центра Сергей Псахье. Ну, работали, естественно, ворчали. Но это совершенно естественное поведение человека. Теперь все понимают, что без этого бы ничего не было. Он хотел так много сделать, что ему приходилось просто, если так можно выразить, оказывать давление на людей. И в теории управления есть такой тезис, что иногда надо принять неправильное решение, чем не принять никакого. Вот. Так и здесь, наверное, были и неправильные решения, но результат понятен нам, и тысячи человек занимаются любимым делом, занимаются наукой. Томский академгородок, хоть и начал свою историю почти на 13 лет позже, чем Новосибирский, Иркутский и Красноярский, но достаточно быстро преодолел отрыв. И случилось это в том числе благодаря колоссальной энергии и высокому уровню притязаний Владимира Евсеевича Зуева. Здесь все должно быть самым лучшим. Это требование распространялось не только на научные институты, но и на поликлинику, детские сады, школу. Он без сомнения был честолюбив. Общественное, научное и партийное признание имело для Зуева большое значение. Было подавленное настроение. Вот у него года, год-полтора так примерно, вот я помню, он ходил сам не в себе. Это вот когда в процессе строительства у него разногласия, ну не то, что разногласия, я считаю, недомолвки были вот с Легачевым. Он все это делал, где мог, сам. Не консультируясь, не советуясь. Когда они нашли взаимопонимание, Легачев понял, что он просто брал на себя многие те вещи, которые бы надо на Легачева переталкивать, а он брал на себя и решал успешно. Ведь чем это все закончилось? Да тем, что Легачев представил его к званию героя социалистического труда. Вы знаете, у него характер был нелегкий, сложный характер. Человек очень прямой, откровенный. Человек, который не лавировал, жил однозначно, не какой-то двойной жизнью. И боролся за это дело, которое брался. Боролся, преодолевая все сопротивление, в том числе и выступая в конфликты. Конфликтов и споров в жизни Владимира Евсеевича Зуева было более чем достаточно. Ему была свойственна категоричность, абсолютная вера в свою правоту, все то, что принято называть командным методом руководства. Нам тоже по молодости казалось так, что слишком он жесткий. А вот когда проходит время, и начинаешь оценивать, значит, и начинаешь понимать, что и правильно, иначе бы ничего и не получилось бы. Время все расставляет по своим местам. Сегодня многие уже с улыбкой вспоминают о том, как Владимир Зуев в приказном порядке обязал сотрудников изучать английский язык. Тогда, в 60-х, это казалось настоящим самодурством. В специально обозначенные дни со своими подчиненными Владимир Евсеевич разговаривал только на английском. А когда был построен Академгородок, здесь появилась своя кафедра иностранных языков. Зуев не понимал и не принимал отговорки тех, кто утверждал, язык им не дается. Ведь он сам выучил английский в 30 лет, когда ему впервые предложили прочитать лекции за границей. Его старшая дочь, кстати, преподаватель английского языка, прекрасно помнит, как отец осваивал грамматику, фонетику и ставил произношение. Он до этого ни одной буквы английского алфавита не знал. Он за два месяца, за два месяца он по самоучителям пластинок накупил. Вот, но он это сделал. Потом он вернулся и устроил, ну, знаете, это, да, то есть эти планерки давно были проходить на английском языке. То есть люди, да, кому-то это жутко не нравилось. С какой вдруг стати? Не столько лет. Я уже известный ученый. Я тут, как какой-то школяр, сяду с этим учебником и буду это учить. Зачем мне это надо? А вот я сейчас так подумала, ведь он как будто заранее предчувствовал. Вот сейчас-то все английский язык изучают, как миленький. Он постоянно ездил по всем мировым конференциям в разные страны. Вот. Даже была такая шутка, что, значит, Владимир Евсеевич заехал в Томск по пути из Америки в Австралию.